Всем привет! Вы не ожидали, я тоже вот возвращаемся с вами к просмотру реплеев. И на сегодня у нас интересный матчап, потому что Исиду крайне редко пикует на этом патче. И играет она против одного из сильнейших богов этого патча. Один, который входит в тир 1. Также там Аид, Уран, вот такие вот боги примерно. Ра тоже в принципе можно туда отнести, очень сильный. Вот. Исида, значит, карта High Hunt, что очень хорошо для Одина, потому что он очень быстро добывает охоту. Плюс 20% всё-таки. Что же будет делать Исида? Большой вопрос. На Исиде играет у нас Супер Афим. В основном это игрок из ГР. Он вот решил на Вублу вернуться в этом году. И против него очень старый игрок. Да не оба, очень старые на самом деле. Давно играют. Hell's Ravage его все знают. Он уже лет 10 во ОМИ, это 100%. Вот. В основном Hell's мейнит Исиду как раз-таки. И он должен примерно понимать, как играть этот матчап. Хотя он не мейнит Одина, да. Но очень хорошо понимает, что же может сделать Исида на этой карте. Это может быть как Анубис, да. То есть через Анубитов может отыграть Афим. Потому что карта, смотрите, High Hunt. Нужно бороться за выход на охоту. И сгонять Одина. Не позволять ему добывать. Вот. Навязывать ему файты какие-то. Иначе если мы будем пробовать как-то его пережрать, то... Будет очень плохо. Всё-таки он жрётся быстрее. Если дать ему взять второй ТЦ и, ну, 10 минут его не трогать. Очень сильная экономика у него. Плюс он видит всю карту. Сразу находит Преста. Это просто, я не знаю, Hell's какой-то гений. Как же быстро он находит его. Причём через двух ульфов он играет. Смотрите, второго ульфа создал на этой карте. Интересно. Это, наверное, для того, чтобы всех овец на центре карты забрать, да? И вот что делает Афим. Он фараоном забирает релик. То есть, сразу разведку производит двумя героями. Обычно это делают только Престом. Но, понимаете, на этой карте очень много свинок. На центре карты, да? Очень много. Плюс четыре релика, не забываем. И очень важно их подбирать. Потому что они могут быть очень полезными. Например, вот скорость передвижения рабов. Это хороший релик. Плюс на кавалерию, которую не хочется давать Одину. Тем более, что ему нечем забирать на ранней стадии. У него герои появляются на минуте третьей где-то. Три тридцать. Вот. Значит, уже два релика он забрал. На лучников, что очень хорошо для него. Этот релик не так важен для Одина, как для Исиды. Понимаете, в чём прикол? Давайте смотреть на разведку. Уже почти всю карту видит Один. Не выходит на вот эту охоту. Оставляет её на потом. Туда же отдаёт свой ГП. Причём, наверное, и свинок немножко заделал. Не знаю, не обратил на это внимание. Вот. Оставляет на потом, потому что, опять же, там может быть Анубис. Вот. Сгонит с охоты Анубитами. Нужно будет играть с одного ТЦ. У Исиды очень сильный лимит с бараков против Норсов. Поэтому будет крайне сложно. Вот. Ну и плюс, Исида поставит все бараки на передовой. Скорее всего, да? Выйдет на передовую охоту. Если будет играть, то, как я сказал. Или же он попробует, там, какую-нибудь фас-геройку. Либо с одного, либо с двух ТЦ. Но на этой карте всё-таки хочется, знаете, какой-то ранний второй. Потому что не хочется отставать от Одина. Очень поздний темпл. Это всё из-за того, что ульфы много бегали. Очень поздний. То есть, он уже должен переходить вовсю и стараться ставить бараки. Выходить. Ну, бараки где-то, я не знаю. Возле передового ТЦ можно было бы, наверное, поставить. Хотя опасно всё-таки. Либо на базе два барака и стараться отыгрывать через рейдеров. Потом уже выходить на второй ТЦ. Если мы видим, что Исида через Баст переходит и особо ничего не хочет делать. Тут же шарманка. Это либо два ТЦ присты. Либо всё-таки мы увидим с вами второй монумент. Но мы его не видим. Ну, я сомневаюсь, что здесь будет три ТЦ. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Хотя, Афим может... Ну да, вот видите, присты. Закрывает башню. Сразу. Вот такие вот апгрейды. То есть, Кирку он не изучает. У него никого на лесе нет. Это попытка выйти на передовой ТЦ. Переход очень хороший, да. В принципе, у него есть монумент. Он поставил дома. Сделал пристов. Делает даже грейд. И переходит через Баст. То есть, сяну битов мы с вами тут не увидим. Выход на передовой ТЦ. Хотя здесь охоты не так много. Обратите внимание, да. То есть, 4 БК и те очень далеко находятся. Их не подманить под ТЦ. Здесь может прилететь пожар, да. И в итоге лес тоже не подобываешь. Почему сюда может прилететь пожар? Потому что на моей не стоит монумент. И пожар не вкинешь. Да. То есть, эти домики не сломаются. Хотя, если попробовать вкинуть вот сюда, то все это сгорит, естественно. Берется ТЦ. Один ставит барак. Пока что один. Валькирия, кстати, она сильнее, чем Сфинкс. Тем более, она еще первая ударила. Я не знаю. Сфинксу нужно первому ударить 2 раза. И тогда он перебивает Валькирию. Но она очень сильная. У нее атаки больше, да. У нее 60% хак армора. Только вдумайтесь. 60. Да, там 44. И хп у нее 375 на 300. Это очень сильный юнит. Сфинкс не в силах перебить. И, смотрите, находит очень важный релик. Причем он, смотрите, где находится. И, казалось бы, ну, никто не найдет этот релик. Но у Хелса очень сильная разведка. Все-таки Один. И этот релик нельзя давать и сидя. У нее и так 169 лимита при 3 ТЦ. Так еще и вот это. Это просто жесть. В лейте будет невозможно выиграть. Добывает он здесь дерево. Копит на кирку, видимо. Давайте смотреть. Пока что кирки нет. Добывает свинок, понимая, что там Один до сих пор на одном ТЦ, седьмая минута. И, как бы, выходить сюда себе дороже, потому что тут открыто, надо закрываться. Еще к тому же это все время. Он старается сейчас набрать себе на геройку. Здесь вот, видите, он без амбара пытается. Тем временем, Хелс, поставив один барак, поставив кузницу, понял, что там не будет какой-то агрессии. Там второй ТЦ. Идет брать сувой. Причем не передовой. Боится, наверное, какого-то пуша героического с двух ТЦ. Да, это Исида может. То есть, есть и такой вариант. Это такой стандарт, можно так сказать. Два ТЦ пуш. Вот. И в основном Исида старается именно передовой ТЦ брать, потому что... Потом сюда могут не дать выйти. Потому что, если мы берем вот этот ТЦ, у нас по факту, что? У нас четыре бегемота. Это, в принципе, хватает на переход. Но, понимаете, золота-то рядом нет. А вот здесь есть золото. Исида это очень важно. Поставить здесь Мигдаль, занять центр карты. И проще пушить, контролить выход на золото или на охоту. Вот. А играя через вот этот пассивный ТЦ, можно так сказать, выйти на карту будет очень сложно. И вот он, первый рейд в голду. Попытка забрать хотя бы одного рабочего. Но 5 престов плюс Сфинкса не позволяют этого сделать. Тем более, тут еще Фараон. Главное, Сфинкса сейчас не потерять. Надо также будет, после того, как он заказал переход, поставить монумент возле передового. Потому что, все-таки, знаете, какая-нибудь заморозка, пожар. Не хочется, да? Терять Мигдаль. Потому что Один может быстро перейти к девятой минуте. Давайте смотреть, что у него. Да, у него переход в заказе уже 40%. 40% на 9.20. Он примерно перейдет. Ставится барак возле голды. Ну да, вот барак. Вот здесь стеночка. Можно вот так прикрыть. Стеночки надо строить. Без них тут никуда. А вот и девятая минута Геройка. И вот такой вот Мигдаль от Исиды. Боится ставить вот здесь. Потому что, ну, рейдеры прибегут, отменят. Нам это не нужно. Потому что очень важен тайминг постановки Мигдаля. Да, лучше уж так, но... Главное, быстро поставить. Но это будет очевидный пуш. Я сомневаюсь. Хотя, знаете, Исида может просто с двух ТЦ попробовать сейчас пойти взять третий. И просто отыграть через Мигдаль. Да. Кинуть предков. Задача не пропушить, а просто выиграть файт какой-то. Но убивать рабочих. Возможно, даже сейчас прилетит затмение с предками прямо в голду. А там, между прочим, восемь гномов. Это будет очень больно. И убегать будет сложно. Но ворон это палит. И нужно уводить, наверное. Но Афим, походу, не видит. Да, у него разведки нет. Он не видит. Находит Темпл. Ну, не знаю. Кинуть заморозку между предками и затмением. Это надо быть каким-то гением. Реально. Я такое видел всего лишь один раз. В профессиональных играх я один раз такое видел. Это реально очень сложно сделать. Ставится осадка. Кстати говоря, не спеша. А вот и монумент, про который я говорил. Так и нужно сделать. Вот такие вот хорошие апгрейды. Кстати, он вот это тоже изучает. Хотя мог бы сделать побольше крабиков, например. Вот здесь нужно уводить армию. Ну, стандартный такой пуш по таймингу. Это 11-11-30, да, примерно. Но очень поздно. Он медленно ставит осадку. В принципе, ресурсы у него есть. Да, смотрите. Еду он перебирает. Не совсем идеальный баланс экономики. Ну, блин. Ему уже надо вот пушить с предками. Но осадок ноль. Только сейчас выходят осадки. Ставит даже вторую осадку. Не спеша. Очень медленно ставит. Плюс бараки. Не особо спешит. Через два фарта отыгрывает. Плюс ярлы. Интересный такой момент от Одина. Что же нужно сделать сейчас? Я дам совет такой. Одину нужно кинуть заморозку до предков. И, я не знаю, выйти на третий ТЦ каким-то образом, да. Выйти на третий в этот момент. Сделать апгрейды на армию и всё. И разваливать. В принципе, тяжёлая кавалерия. Плюс второй щиток. Да, вот у него первый есть. У него всё очень хорошо в этом плане. Вот. И потом на предков будет, честно говоря, уже пофиг. Потому что, ну, ярлы будут разрывать. И вот сейчас, вот почему он не отдал. Вот почему он сейчас не дал заморозку. Это было бы очень сильно. Он бы выиграл для себя время. У него... Давайте посмотрим, что по ресурсам. В принципе, дерева не хватает. Но можно отменить там Хускарлов, допустим, да. Отменить. Выйти вот сюда. Сделать грейд на тяжёлых. Он бы дал заморозку. Плюс... Не, пожара он бы не вкинул. Там монумент. Очень важный файт. Сейчас Форд, скорее всего, будет падать. Но он дерётся. Потому что ярлы имеет бонус против мифов здесь. Вычинивает один герой Форд. Главное, осадки убивать. Слоны, конечно, не так сильно бьют по зданиям. Но всё равно бонус имеют. Но осадка очень много урона вносит. Но её проще убить, чем слона. Согласитесь, да. Слон очень такой жирненький. У него побольше хак армора будет. Падает один Форд. Но это не страшно. Во, доезжает грейд на тяжёлых. Второй щиток. Всё то, что я и сказал. Хелл сделает. Очень правильно. Убиваются тут два слона. Добавляются осадки. Понимаете, вот этот вот деревянный лимит. От него уже надо потихонечку отказываться. Я бы, наверное, уже не делал осадки. Ну, нету смысла. Всё. Пуш не увенчался каким-либо успехом. То есть Хелл в этом плане здесь очень хорошо отыграл. Правильный лимит. В ярло вышел. Они очень толстые. Их просто не с чем перебить. Даже копейщики особо не справляются. То есть они без апгрейдов. Они очень слабые. Единственная проблема сейчас у Одина в том, что у него нет антикавалерии никакой. То есть единственное, чем он может убивать кавалерию. Ну, слонов я имею ввиду. Это просто запинав количеством. Или же делать ледяных гигантов, например. Потому что Браги даёт ему бонус ульфам против кавалерии. Напоминаю, что на этом патче ульфы имеют встроенные плюс 10. Им добавили. Но грейд Браги уже не даёт плюс 100%. А плюс 90% в этом случае. То есть ульфам прибавили. Апгрейда убавили. Но не забываем, что кавалерия имеет плюс 10% хп. То есть если Исида перейдёт и будет играть через Тот. То Тотовские слоны будут очень жирные. Очень. Ещё и как бы лучники дешёвые. Ну, колесницы приходится масить. Потому что они очень дешёвые. Сейчас у Исида. Дерево всегда есть. Да, вот видите. Давайте даже с вами посмотрим. Он осадки больше не должен заказывать. Да, он больше их не делает. Потому что понимает смысла дальше масить дорогущий юнит, который будет умирать, не стоит. И здесь нужно как-то отыграть через контроль третьего ТЦ Олина. Нельзя ему дать выйти на третий. Сейчас Исида просто контролит центр карты. Не закрывает здесь. В итоге ярлы врываются в голду. Здесь приходится отступать. Есть третий ТЦ. Хорошие апгрейды. Уже сейчас пойдут караваны. Давно пора, честно говоря. Тут есть охота, не забываем. Но он решил через ферму отыграть. Вот мог бы выйти на охоту здесь. Вот здесь охота есть тоже. Но почему-то добавляет на лес тут. А вот и пожар. Нашёл мёртвую точку, да. Докуда не достаёт монумент. И открывает передовой ТЦ. Вот понимаете. Если бы он отдал заморозку раньше. До сих пор он её держит. Что не очень хорошо. Честно говоря. На ранней стадии вот заморозка легко помогает выйти на третий ТЦ. С тремя ТЦ с ранним апгрейдом на тяжёлую кавалерию. Просто я уже комментировал подобный матчап. Да, на ютубе вы можете посмотреть. Также вот Раппл играл на Одине. Он просто отдал заморозку до предков. И выиграл время для себя. Очень важное время. И в итоге там Рагнарёк дошёл. У него. У Исида очень много ресурсов. Уже заказывает мифику. Вопрос через что он перейдёт. Давайте смотреть что у Хелса. У Хелса проблемы с едой. Он через ТЮР переходит. То есть не будет Рагнарёка в этой игре. Видите, вот сложно сейчас выйти на третий ТЦ. Тем более рабочие пытались выйти, видимо, на голду. Но тут пресекают тут же. Сейчас сложно выйти на третий. То, о чём я и говорил. Касуется ТЮР. Финбуль Винтер. Неприятно, конечно. Ну, потери будут. Понятное дело. Очень важно выйти на третий ТЦ сейчас. Из минусов то, что весь продакшн находится вот здесь. Он мог попробовать отыграть через передовой ТЦ. Просто отдать раньше заморозку. Отыграть здесь через два фарта. Здесь просто стеночку поставить. Там, занять третий ТЦ. Не знаю. Очень многие игроки на Одине стараются брать именно передовой. Даже зная, что там Исида. Потому что Один очень может быстро сделать геройку с двух ТЦ. Если Исида особо не мешает. Смотрите. Минус ТЦ. Серьёзно? Волки запинали ТЦ? Или... Жесть. Я даже не обратил на это внимания. Не, всё-таки выходит на ТЦ. Но, опять же, караванов нет. Причём очень долго нет караванов. Только первые апгрейды. Очень плохо всё у Одина. В плане экономики. Лимит правильный. Рейдеры, ярлы. Один ведёт по очкам. Сложный матчап для Исида. Но нужно строить стенки на этой карте. Причём очень много. Вот здесь стенку надо ставить. Закрывать караваны. Тут есть бараки. Но стенок не хватает. Жесть. Не забывайте, что есть заморозка ещё. К тому же. До сих пор он держит. Заморозка может улететь Васириса. К примеру. И он просто легко запинает. Зафокусит Васириса и убьёт. Но, по идее, вообще, Один не должен был доводить до мифики дело. Боже, как же много ярлов. Это ещё даже не Нью-Йорн. Понимаете? Был бы Нью-Йорн. Там ещё бы, по-моему, колечко было бы. Если я не ошибаюсь, 25% кавалерия получает. Давайте даже с вами вспомним. Давно не видел этот апгрейд. Да, 25%. Много. Ставится осадка. Занимает Исида позицию возле третьего ТЦ. И вот, смотрите, вот та самая заморозка врывается в сына Осириса. Ну, заморозка тут пригодилась на самом деле. Только так. Только так. Не забываем, что у Исиды самый сильный сын Осириса, если сделать апгрейд, который даёт Нефтида. Но Исида этот апгрейд не делает. Но он должен успеть его убить. То есть, после разморозки там будет проще его добить. Он не уйдёт. Просто считай в одного юнита, да. Остальные, ну, их практически не трогают. И всё. И он умирает. Он даже не успевает ничего сделать. Уже чемпионская пехота от Исиды. И это проблема. Потому что по апгрейдам они ровненько идут. Уже выходит катапульта. Давайте посмотрим, что у Хелса. У него до сих пор не идут караваны. То есть, он считает, что пока есть золото, караваны не нужны. Это ошибка. Это очень серьёзная ошибка. Даже, смотрите, Исиды не делает караваны, что тоже очень странно для меня. Я не понимаю такого. Потому что, ну, есть еда. Но ты не можешь... Смотрите, у него ресурсы все в ноль уходят. Он не может подламирить здесь башьями. Он не может этого сделать. Потому что нет ресурсов лишних. То есть, а если с голды сгонят, что ты будешь делать потом? То есть, наймов тоже не поспамишь. Понимаете? Я думаю, со мной многие согласятся, что в этом плане, ну... Ошибка с... Двух сторон. Что Один ошибается, что Исида. Ну, нельзя игнорировать караваны. Ни в коем случае. Есть грейд против кавалерии. Видите? У него 38 на голде. При этом лес он особо не добывает. У него очень плохая экономика. Наоборот. Нужно избавляться от рабочих на голде. Добавлять их на лес. Некоторых отправлять на постройку башен. Вот здесь. Просто занять позицию. И все. Один ничего не сделает. Минус ТЦ, минус игра. По факту. Потому что потом он не вернет. У него у самого слабая экономика. Он не может себе позволить... Там апгрейды какие-то лишние сделать. Банально. Не, Масона он сделал. Луч чемпионскую каву он не может сделать. У него просто нет ресурсов лишних. Понимаете? В чем прикол? Тем более, что первая кирка. Первый плуг. То есть, у него здесь телеги нет. Лимит он особо не держал. У него здесь весь продакшн. Но тут его мало как-то. Не знаю. Как можно вот есть у тебя еда? Ну... Пустить хоть какие-то караваны. Сначала мы выходим в качество. А потом в количество. Потом ты можешь караваны отменить. Тем более, ты взял релик на дополнительный лимит. В чем проблема? Непонятно. Ставится Мигдаль. И все. Один понимает, что тут уже с Исидой бороться бесполезно. Очень долгий выход на третий ТЦ. Очень долгий. То есть, позволил Исидия дожить до... Мифики. Причем... Ну, не знаю. Нужно... Было заморозку отдавать раньше, до предков. Выходить на третий ТЦ. Делать апгрейды и апгрейды. Выигрывать файты. Ломать Мигдаль. Просто пушить там с какими-нибудь карандашами. Мифами, например. Да, там. Ледяных гигантов делать. На них апгрейд. Ставить маркет. Пускать караваны сразу. Ничего плохого в этом нет. Там разбавлять топрометателями, потому что там копейщики. Спамить зданиями. То есть, пытаться пушить в Геройке. А там и мифика будет. То есть, он даже взял ТЮр, который ему по факту особо ничего не дает. То есть, у него нету огненных гигантов. У него нету дополнительного апгрейда против лучников. Давайте я вам покажу, чтобы вы примерно понимали, про что я говорю. То есть, вот этот имбовый апгрейд против лучников. 200% можно рейдеров делать. Они, ну, имеют смысл. Плюс мы получаем грейд на тараны. То есть, дополнительная скорость передвижения. И краш-атака плюс 20%. И они быстрее создаются. Тем более, что у Одина очень жирные юницы с фарта. Причем, карандаши тоже к ним относятся. Вот. Далее, что у нас? Появляется Рагнарёк. Рагнарёк чисто для того, чтобы там пронести передовой ТЦ Исидой. Или там, я не знаю, влететь в караван и застроить. Застроить, не знаю, Тюр особо не зарешал. Когда у Исиды 3 ТЦ и уже более-менее сильная экономика. То есть, да, выбил ТЦ за счет Тюра. А что дальше? Заморозка Василиса. Но нельзя было давать вообще Исиде выходить в мифику. Нужно, чтобы она застряла в этой геройке. Это очень легко сделать, на самом деле, за Одина. Ты можешь постоянно размениваться. У тебя очень жирные юниты. С форта. Вот такие вот дела. Опять же, все упирается в экономику. Если посмотреть даже график, ну у Исиды эко сильнее было. Видите, вот экономика сильнее. Причем, такого быть не должно. Все упирается в апгрейды. В караваны. Вот. Причем Хайлс убил больше. Но опять же, давайте рассуждать так. Там были ярлы. Три лимита, и они очень толстые. Естественно, один ярл можно там перебить, грубо говоря, двух копейщиков. Допустим. Поэтому, естественно, Хайлс на убивал больше, чем Афим. Вот. Такие вот дела. Такая вот игра вышла. В принципе, да. Кстати, крабиков мы с вами не увидели. Да. Там их очень мало было. Но суть была в том, чтобы просто Исида пыталась выйти в мифику с трех ТЦ. Не было идеи пронести в геройке. Это очень сложно сделать. Вот. Хорошо разменялся с предками и норм. А на этом все. Спасибо всем за просмотр. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok